У нас здесь очень удобное жилье в том плане, что у нас есть подземная стоянка. Здесь всё-таки очень большие площади у квартир. Квартира мечты при помощи государства. Учительница начальных классов школы номер 5 Римма Пахалок и подумать не могла, что совсем скоро у неё появится своё жильё. Она стала счастливой обладательницей сертификата на получение социальной ипотеки. Восемь лет назад Римма Санировна приехала с семьёй из Луганской народной республики. Поначалу ютились в шестером в одной комнате. Каким вы представляете своё новое жильё? Светлым. Сразу светлым, добрым, такой, как мой класс. Создавала в этом классе такой уют, чтобы дети себя чувствовали как дома. Вот я хочу, чтобы у меня такой же был дом, свой, родной, такой же светлый, приятный, счастливый, где много счастья, где много веселья, где уже не будет этих боевых действий, где мой ребёнок не будет бояться, что будут взрывы. Крепкие объятия и неподдельные эмоции. Выпускники четвёртого класса и их родители очень любят своего классного руководителя и совсем не хотят с ним расставаться. Чтобы дать нам интервью, им пришлось прервать свои летние каникулы, чего не сделаешь ради любимого учителя. Я люблю, когда Римма Санирована преподает математику. Она многого меня научила. Римма Санирована – хороший, справедливый педагог. Я учусь у Римма Санирована 4 года, и она очень хорошо учить, всегда придёт на помощь. Она очень любит своих детей. Когда она разговаривает с детьми, когда она, допустим, что-то им показывает, какие-то уроки происходят, то есть просто чувствуется, что вот её энергия любви к детям, она просто распространяется. Римма Санирована – очень замечательный, чуткий педагог, готовый помочь нашим детям и приходит всегда на помощь в трудную минуту. Когда мой ребёнок болел, она неоднократно занималась с ним, чему я очень рада. То есть она много дала знаний, умений, навыков нашим детям. Коллеги Риммы Санированы тоже очень рады её заслуженной победе, которой она шла два месяца. Именно столько длился конкурс. Римма Санирована – талантливая, трудолюбивая. Артистичная и очень отзывчивый человек. Вокруг себя она создаёт творческую атмосферу, доброжелательную обстановку, постоянно совершенствует своё педагогическое мастерство, широко делится с коллегами накопленным опытом. В ней можно найти всегда поддержку, добрым словом, советом, а главное – делом. Она мало того, что профессионал, как учитель начальной школы, она ещё у нас и преподает ритмику. Мы все танцуем, у нас танцующая школа. Она создала ансамбль «Бест», танцуют учителя. Мы выступали на районных разных конкурсах, мы заняли гран-при. Это не каждый может. То есть это активный, творческий, очень хороший человек. Она является наставником молодых специалистов. Она действительно очень грамотный, очень душевный педагог, которого любят и коллеги, и родители, и дети. Поэтому мы ей очень гордимся и желаем ей только всего самого наилучшего. Напомним условия социальной ипотеки. Министерство образования Московской области выделяет сумму, равную первоначальному взносу. И на такую же сумму человек берёт ипотеку. Основной долг выплачивает государство, а проценты – обладатель сертификата. Прежде чем его получить, Римма Санировна прошла три этапа. Сначала собрала пакет документов, затем предоставила портфолио. За 24 года у неё накопилась увесистая папка с грамотами и документами. А потом прошла собеседование в Министерстве образования Московской области. За круглым столом комиссия задаёт тебе вопросы, которые, например, непонятны по твоему портфолио, либо наоборот, что-то уточнить, понять, как работает учитель. На самом ли деле он может получить этот сертификат? Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2017 года. За это время обзавестись жильём смогли несколько сотен педагогов. У многих всё ещё впереди, ведь программа реализуется до 2027 года. Виктория Самылова, Сергей Григорьев и Игорь Чернышёв для программы «Городские вести».